1. Что такое Сбербанк онлайн? 2. Регистрация личного кабинета. Сбербанк онлайн. 3. Как подключить Сбербанк онлайн? 4. Сбербанк онлайн. Вход в личный кабинет. 5. Полезное видео в современном мире интернет прочно занял большую часть нашей жизни, а кредитно-финансовые организации начинают обслуживать клиентов виртуально, в том числе банки. В России наиболее популярным банком является Сбербанк. Сбербанк – авторитетная, удобная и технически современная банковская структура. Он один из первых перешел на дистанционное обслуживание клиентов. Что такое Сбербанк онлайн? Если вы клиент Сбербанка и у вас открыт там счет или есть банковская карта, то управлять своими счетами можно виртуально с помощью сети интернет из дома, офиса или мобильного телефона. Для этого вам нужно подключить услугу Сбербанк онлайн. При наличии интернета Сбербанк онлайн позволит вам проверять свой банковский счет, следить за вкладами, переводить и получать с карты Сбербанка деньги, оплачивать мобильный телефон, ТВ, интернет, услуги ЖКХ и многое другое. С помощью Сбербанк онлайн также можно произвести оплату на любую банковскую карту другому человеку, а также сделать моментальный перевод на Яндекс.Деньги, этот сервис Сбербанк купил. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Сервис Сбербанк онлайн разработан для того, чтобы людям было удобнее заниматься банковскими услугами, не выходя из дома. Сервис уже имеет более 13 миллионов активных пользователей в России, многие из них пользуются мобильным банком Сбербанк. А более 1 миллиона человек используют мобильное банковское приложение для смартфона. Регистрация личного кабинета Сбербанк онлайн Чтобы создать свой личный кабинет на сайте Сбербанка, необходимо быть владельцем карты или оформить ее в любом отделении банка на свое имя и подключить к ней услугу «Мобильный банк». После этого вы можете осуществить регистрацию на сайте или войти в свой личный кабинет. Подробную инструкцию о регистрации также можно получить у менеджеров в банке. Одним из главных условий регистрации является наличие пароля для входа в систему. Получить пароль можно через банкомат Сбербанка, позвонить в службу поддержки или отправить СМС-сообщение в сервис мобильного банка. Полученный код будет использоваться при входе в личный кабинет. Если вы хотите получить возможность пользоваться полным пакетом услуг, которые предоставляются в личном кабинете, тогда нужно в отделении банка заключить универсальный договор на обслуживание. Без договора количество операций будет ограничено. Озвучено Яндекс.Спичкит. Озвучено Яндекс.Спичкит. Регистрация личного кабинета осуществляется в онлайн-режиме, что позволяет сделать это в любое время и месте. Для этого понадобится всего немного времени. Для проведения операции необходимо войти на сайт Сбербанк Онлайн с любого устройства, поддерживающего интернет. Нажать кнопку «Регистрация» и ввести номер действующей банковской карты. После вы перейдете в другое окно, где высветится поле для введения пароля, полученного с помощью идентификатора, через банкомат, сервисную службу или СМС-сообщение. Прежде чем приступить к третьей стадии регистрации, лучше заранее придумать логин и пароль, который вы будете использовать для входа в систему. Пароль должен содержать минимум 8 символов. Как правило, для пароля используют комбинацию цифр и букв. Это позволяет создать сложный для мошенников пароль. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Использовать известные даты, день рождения свой или своих близких, не рекомендуется. Лучше, чтобы пароль состоял из набора цифр, понятных только вам. Последний шаг – это вход. Если у вас все получилось, значит регистрация прошла успешно. При последующем входе в свой личный кабинет, вы будете вводить только логин и пароль в полях для входа в систему. Как подключить Сбербанк Онлайн. Чтобы подключить сервис Сбербанк Онлайн, нужно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка и написать заявление о подключении к данному продукту. Подключить Сбербанк Онлайн можно только при условии, если вы клиент Сбербанка и у вас есть банковская карта банка. Подключение услуги бесплатно. После подключения к сервису вы получите в отделении Сбербанка идентификатор пользователя и пароль. Их вы будете указывать каждый раз, заходя в личный кабинет Сбербанк Онлайн. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Вы можете получить идентификатор с паролем для входа в сервис в банкомате по вашей карте Сбербанка. В банкомате вам дадут чек с 20 одноразовыми паролями, срок которых не ограничен. При входе в Сбербанк Онлайн кроме пароля и идентификатора нужно будет вводить дополнительно одноразовый пароль. Каждый платеж и перевод с вашего банковского счета также нужно подтверждать одноразовым паролем. Озвучено Яндекс Спичкит. При подключении к сервису вам также подключают услугу «Мобильный банк», который привязан к вашему мобильному телефону. Во время входа в Сбербанк Онлайн вы будете получать СМС-сообщение на мобильный телефон, которое будет оповещать вас. Это очень удобная функция, которая защищает от банковских мошенников. Также при любых денежных операциях со счетом вы будете получать одноразовый пароль на мобильный телефон, который нужно будет вводить при выполнении операции. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Эта функция также защищает ваши деньги от несанкционированного доступа. После подключения к услуге «Мобильный банк Сбербанк» наберите в поисковой строке defisonline.sberbank.ru. Эту ссылку можно сохранить в закладке, чтобы быстрее заходить в сервис Сбербанк Онлайн. Введите в соответствующие поля идентификатор пользователя и пароль к нему, который вы получили раньше. После этого на ваш мобильный телефон придет код подтверждения входа в личный кабинет, который нужно вписать в появившееся окно. Если вы правильно ввели пароль из мобильного телефона, вы получите доступ к своему личному кабинету Сбербанк Онлайн. После проведения регистрации, осуществить вход можно с любого устройства. Если вы хотите использовать мобильное устройство, то для начала нужно установить мобильное приложение банка на свой телефон. Найти и скачать его можно на сайте банка. Войдя в систему через телефон, вы также получаете возможность проводить необходимые вам банковские операции. В некоторые современные мобильные устройства встроена функция отпечаток пальца, которая позволяет использовать его вместо паролей для входа в личный кабинет банка для осуществления операций с денежными средствами. Благодаря этой функции вам не придется запоминать сложные пароли и беспокоиться, что на вашу страницу могут влезть злоумышленники, взломавшие ваш пароль входа. Если ваш телефон не поддерживает такую функцию, то обязательно позаботьтесь о своей безопасности при работе в личном кабинете. Заходите в кабинет только с официального сайта или мобильного приложения, скачанного с достоверного источника. Никому не сообщайте свой пароль и логин, а также не используйте автосохранение для входа в систему. Осуществив регистрацию на сайте банка, вы получили возможность проводить любые банковские операции, пополнение мобильного счета, оплата коммунальных и других услуг. Погашение кредита, перевод денежных средств на другую карту и многое другое в любое удобное для вас время, не выходя из дома или не отвлекаясь от работы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.